Доброе утро! Сегодня 21 мая 2018 года, понедельник. Я пошла в школу, я надела вот такие бежевые брючки, а сверху подобрала вот такую блузочку. У нас тут есть маленькая полосочка коричневенькая. Хотя, когда надела, посмотрела, рукава сделала и так тоже, будто бы у меня под низ надета еще одна кофточка. Она черного цвета. Наверное, с черными брючками было бы получше, но у нас лето. У нас лето, у нас жарко, поэтому я уже в более светлые тона обрежаюсь. И вот эти бежевые штанишки, слава богу, нам подходят. Ух ты, а сзади-то у меня вот так вот, оказывается, очень хорошо, очень хорошо, что попу закрывает. Так, и башмаки у меня сегодня еще не на очень высоком каблуке, но уже на каблучке, потому что, мне кажется, я все-таки вылечила свою штуку. Я сейчас отдельно в машине про это расскажу. Ну, пока на очень высоком для давления на пальчики не буду делать. А у меня есть вот такие ковбойские башмачки, шлепанцы, да, когда нет пяточки. И они у меня вот такие коричнево-золотые, я их с удовольствием и поношу. На мне сегодня новая помада, которую я купила в Диллардсе вот в эти выходные. И, наверное, я ее пойду поменяю, потому что она излишне малиновая для меня. Поэтому я сейчас приеду и сверху коричневый тон еще на нее положу, с тем, чтобы оно было ближе к тому тону, который мне привычен. Потому что с моими рыжими волосами вот такие малиновые тона – это просто нонсенс. Это нонсенс на руках у нас. А, кстати, вот я нашла такую вот штучку. У меня сережки такие есть. Ладно, я недавно их надела. Вот такое вот ожерелье с черным ониксом. У нас черный оникс здесь. И здесь у нас бижутерное кольцо. У нас черный оникс вот в этой печатке. И сюда я нацепила вот такое вот огромнейшее кольцо, которое у меня на другой палец не везет. И разрезать я его не могу, потому что сбоку у него так вот много. То есть я даже пыталась. Я пыталась, Шиша, Звезда. Руки крупные, красоты не поносишь. Давайте-ка мы сегодня вот в этом аромате сходим. Он у нас называется Моден Мусс. И он у нас, по-моему, от Истиллаудер. Да, от Истиллаудер. Видимо, мне тоже надо было подарок какой-то взять. Там взять ничего не надо. И мы взяли вот этот аромат. Ну, не самый блестящий, но очень даже ничего. Вот с ним мы ходим. У меня расцвели розы на том кусте, который я очень жестоко обрезала. Сказала, не хотите быть красивыми. Вот, сейчас я вас обкарна. Они мне вчера дали две розочки. Сейчас пойду-ка я их сниму. Так-с, давайте проберёмся. Она тоже на меня обиделась и розы дала с обратной стороны. То есть я их не сразу и заметила. Вот такая у нас красота. Вот эти две первые, а вот эта тоже собирается. А в общем и целом у нас уже достаточно весело. В нашем саду, это у нас на Бэкьярде, у нас здесь начинают расцветать не только розочки. У нас вот эти, и не только вот эти вот лилии, которые будут многократно цвести за лето. У нас вот эти цветочки ожили уже вовсю, вот целый куст. Я их немножечко рассадила. И начинают большие лилии. Причём они, слава богу, не все будут жёлтые. Вот эта вот будет розовая, завтра уже распустится. Я вам её покажу. Это розочка жёлтая. А на том дворе у меня оранжевенькие розочки тоже распустились. На том дворе, на той клумбе. Вот такая у меня красотища. Птицы поют, чего ты сердишься, какая-то сердитая. У нас здесь хорошо. Розочки, боюсь, задавят все вот эти мои кусты. Я их специально много-много посадила, чтобы весело было. А они у нас вот такие. Смотрите, вот это вот свеженькие розочки. Сейчас я подвину лучше вот так вот. Вот эти свеженькие, такие яркие. Нет, камера не передаёт. Они оранжевенькие, оранжевенькие. А вот рядом это те, которые уже отцветают. Они стали из оранжевых такие розовенькие. Вот это вот моя прелесть весенняя. Так и радует. Вот эти тоже хороши. Откуда-то у меня взялись. Наверное, я семян каких-нибудь бросила здесь расцвели. Отцветают, конечно, у нас уже гвоздички. Но зато вот это вот желтое поле. Я по краюшку их везде попересаживала. Это буквально с одного кустика. Вот я за два-три года всё тут рассадила. Они очень хорошо растут. А здесь вот это тоже будет у нас желтизна. Жёлтые эти розочки. И беленькие там набирают цвет уже на следующей неделе. Может быть, к концу этой недели я вам всё покажу. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok